Старый лозунг «Всё лучшее детям» и сейчас вполне актуален. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский вместе с главой Славянского района Романом Синеговским побывали на открытии здания для начальных классов Славянской 18-й школы после капитального ремонта. Подробности в нашем репортаже. В 18-й школе давно уже было тесновато, поэтому педагоги просили вернуть им здание, занятое администрацией Северного округа. Глава Славянского района нашёл для округа помещение, куда они и переселились. И благодаря поддержке администрации и законодательного собрания Краснодарского края было выделено 10 миллионов рублей на ремонт оборудования и мебель школьного здания. И вот наступило новоселье. Всё здание возвращается к нам, и сюда переходит 5 классов начальной школы. И с учётом того, что новую школу, когда откроют, и 3 класса будут уходить ещё туда, у нас тогда начальная школа будет полностью в первой смене. Ну, а требования, конечно, каждый год меняются. И вот эти классы, которые сейчас вновь отремонтированы, они уже сделаны по новым требованиям СанПинов. И объём классов, и освещение очень яркое, и мебель с наклоном как раз для детей начальных классов. В холле обновлённого здания для гостей праздника школьники показали интересную программу. Они отлично пели, танцевали, рассказывали стихи. Этот день мы очень ждали с волнением, с нетерпением. И сегодня отмечаем в нашей школе обновление. От мальчишек и девчонок благодарность от души. Наша школа просто сказка, и мы тоже хороши. Роман Синеговский приветствовал собравшихся и поздравил их с таким радостным событием. Нам удалось привлечь райовые деньги, порядка 10 миллионов рублей, если считать полностью, с мебелью и оборудованием. И эта мечта осуществилась. Вот как здесь сейчас дети выступали, обещали учиться на 4 и 5 и прославлять школу. Я бы хотел, чтобы вы тоже свои обещания сдержали, учились хорошо и прославляли вашу школу. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский похвалил юных певцов школы и отметил, что создание хороших условий для учащихся в числе приоритетов местных властей. В Славянске строится новая школа, там, где можно ввести места в действующих школах. Это тоже делается. Надо дать должное и Синеговскому Роману Ивановичу, администрации о том, что готовность по документам, отстаивание своей позиции, она помогает привлекать краевые деньги для того, чтобы открыть новые места. Это такие приятные хлопоты власти. Детское население прирастает, и мы должны создавать эти условия. Затем наступил самый торжественный момент – перерезание красной ленточки. Гости праздника побывали на уроках, осмотрели красивые и светлые кабинеты. Им все понравилось, но больше всех были довольны, конечно, сами школьники. Я очень рада, что мы перешли в новую школу. Тут все очень красиво. Лучше в первую смену ходить, во второй как-то не по себе. На этом радостные события этого сентябрьского дня не закончились. Школа небольшого хутора Деревянковка Забойского сельского поселения получила новенькую газель, приобретенную на средства краевого бюджета для подвоза детей и учителей. Чтобы мы жили интересной совместной жизнью, для подвоза педагогов и поселка Забойского сюда, детей, конечно, она была нужна. Я очень благодарна всем, кто принял участие, помог нам, чтобы эта газель была в школе. Конечно, мы рады, конечно, мы счастливы. Потому что это больше возможности детворе ездить на экскурсии, на олимпиады, на конкурсы. Виктор Чернявский, который сделал все возможное, чтобы мечта хуторян о собственном школьном микроавтобусе притворилась в жизнь, отметил, что перед учениками теперь открываются совершенно новые возможности. И ими необходимо пользоваться для развития и расширения кругозора. Это сердце хутора. Есть школа, есть движение, есть планы, мечты о будущем и так далее. Автобус, наверное, это, скажем так, выполнение властью тех обязательств. Власть создает условия, уже коллективы, качество содержания, образования, чтобы у детей были хорошие возможности для обучения. Виктор Чернявский прокатился на новеньком автобусе с ребятами и сфотографировался с ними, а также с их родителями и учителями. Ребята надолго запомнят этот радостный день. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова